Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Желаю всем приятного просмотра и прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс на платформе Телеграм. А также прожать лайк данному видео и если вы еще не подписаны на YouTube канал Технобар Плюс, прошу вас подписаться. Желаю всем удачи! Друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас необычного девайса разборка. И как говорится рубрика что внутри. Проверяем что же вот это за такой шарик. Друзья, перед тем как мы начнем разбирать, я прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк данному видео, друзья. А также подпишитесь на канал Технобар Плюс на платформе Телеграм. Там много интересного, друзья. Однозначно. Итак, разбираем шарик. Вот такой он в диаметре с мою ладонь среднего размера. У меня ладонь приблизительно. Вот. В диаметре он около 6 сантиметров. Написано, видите, closed open, made in China. Какая-то дырочка тут. Кнопочка press on off. Вот. И, собственно говоря, больше ничего. Давайте разбираем. Сразу же вижу, вручную раскручивается. Сразу же вижу, кстати, его можно использовать как какую-то шкатулочку всего, что останется. Вижу, что здесь у нас вот такая вот конструкция интересная. На батареечках, как я понимаю. То есть, он каким-то образом, этот шарик будет вращаться и светиться. Это для шарик, для игры ваших домашних питомцев, в данном случае собак. Давайте посмотрим, что же здесь внутри. Мне самому не терпится, друзья. Итак, начинаем разборку. Стандартная подкрестовая у нас отверточка идет. Крестовая насадочка, вернее. Посмотрим, что же здесь у нас есть. У нас тут несколько шурупчиков. Вообще-то, друзья, давайте посмотрим, какие тут он на батарейках идет. Батареечки, я так понимаю, у нас таблетки. Но, скорее всего, он уже... Тут шурупу можно извлечь. Ага, тут даже, друзья, не такая батарейка. Ага, возможно, даже еще и может его как-то применить. Тут пальчиковая, да. Не обыкновенная, а пальчиковая батарейка, друзья. Да, ничего себе, ничего себе, да. Вот это номер. Я не ожидал, что такое будет. Вот это номер, да. Пальчиковая батарейка, в данном случае какая-то... Робомоб. Нифигасе, нет. Прям сайт. А вы знаете, друзья, а это ведь аккумулятор. На 1300 мАч. Не хухрой, хухрой вам. Да, rechargeable. Перезаряжается. А, 520 мАч? Аккумулятор, друзья. Аккумулятор. Перезаряжается он или нет? Но я его, наверное, все-таки оставлю для себя. Несмотря на то, что тут он быстрее окислил. Давайте посмотрим. Возможно, тут наша подойдет батарейка Dura-Sale. На этот раз, да. И будет ли он работать? Аж интересно самому стало, друзья. Слушайте. Возможно, это какой-то девайс, который будет, как говорится, верой и правдой, да. А мы его тут собрались. По сути дела, какая-то хрень, которая вращается по кругу. Но что она дает, я, честно говоря, не знаю. По идее, должны здесь какие-то светодиодики стоять. Будут ли они работать или нет, я не знаю, друзья. Поэтому сейчас мы попробуем эту всю красоту закрыть, как было, да. Провода тут, конечно, мешают нам, но ничего страшного. И не такие моменты закрывали и регулировали. Хоп. Так. Ага. И ничего, да. Вроде бы как все работает, но ни хрена не работает. Так. Возможно, здесь причина в чем-то. Никаких светодиодов я что-то не вижу. Но здесь... Нет, друзья, не работает. Не работает. Хотя... Нет. Да, но нет. Не работает. К сожалению, это вся конструкция. Поэтому мы наш годный аккумулятор отсюда вынимаем. Главное, его теперь вынимаем. Все отрываем. Нафиг. Не нужно нам это. Так. И что же вот здесь? Что это за такие вот металлические какой-то набалдажники? Свинцовый, не свинцовый, друзья. Напишите в комментариях. Кто-то, может, такую штуку разбирал когда-то. Мне кажется, я тут первую в YouTube ее именно разбираю. Возможно, я ее как-то юзал. А вот насчет разборок вряд ли, да? Вот. Тут как-то оно и прикручено. Так что ты так ее хрен разберешь. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно знать все-таки, что внутри. Потому что рубрика, что внутри, она для того и создана, чтобы вам показать, что внутри того или иного девайса или гаджета, да? Или, возможно, даже игрушки какой-то. Кстати, напишите в комментариях. Интересно кому, чтобы разбирать игрушки? Так, друзья. А тут такая у нас история. Идет у нас моторчик. Моторчик с шестеренками какими-то вращающимися. Но я так понимаю, чтобы он вращался вокруг оси. А что вот это, собственно, за железкой? Я не пойму. Я так понимаю, просто сам шарик. А, я понял. Это набалдажник специально, чтобы как бы под своим весом вращался. И когда моторчик вращается, шарик, ну, короче говоря, вы поняли, да? Вес заставляет его перекатываться. Внутри вращается моторчик, вращает набалдажник и мячик катится. Но в данном случае тут что-то не так. То ли сгорел моторчик, то ли еще какая-то история. Но, тем не менее, это не работает. Ну, собственно, вот такое вот здесь у нас устройство, если можно так выразиться, да? То есть шестеренки, механизмик, которые... Привод, то есть который вращает данный механизм, это мотор. Батарейка 1,5-вольтовая, кнопка вкал-выкал, да? Тут как бы особо какой-то схемы нет. Просто вкал-выкал замкнули, разомкнули контакты. Вот такая вот история, друзья. Подписываемся на канал Технобар Плюс. Краткая рубрика, что внутри сегодня у нас было, что внутри вот этого мячика для игры с питомцем. Кошка. Собак, кошки там и так далее. То есть это шарик, который катается сам по себе. Включили, он катается. Выключили кнопку, он не катается, ну, не катится, скажем так. Подписываемся на канал Технобар Плюс в YouTube и в Telegram. Я, как обычно, всех обнял.